Помолимся Господи, просим Тебя, благослови наше занятие по Слову Твоему. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Благодарим Тебя, Господи, что имеем возможность пользоваться этими трудами, что Ты Духом Святым просветил людей, чтобы они перевели Слово Твое на понятный русский язык и растолковали нам. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Дай нам все услышанное принять с чувством благодарности, дай силы исполнить и желание поделиться с другими людьми. Аминь. Так, текст виден? Меня хорошо слышно? Виден, хорошо и слышно хорошо. Слава Богу! Значит, соборное послание апостола Иакова. Глава первая. Стих первый. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии, радоваться. Толкование. Раб Бога, то есть Отца и Господа Иисуса. А если равно раб Отца и Сына, то Сын равен Отцу и по существу и по чести. Апостолы Господа выше всякого мирского достоинства поставляют то, что они рабы Христа. Вот такое толкование. Видите, он прям сразу в первых строках подписывается, кто он называет себя рабом Бога и Господа Иисуса Христа. Но не два Бога, а один. Но толкователь здесь разделяет, что Отца, это вот Бога и Господа. Вернее, раб Бога, Бог это Отец и Господа Иисуса Христа. Ну, непонятно, почему нам толкователь разделяет, что именно он называет себя рабом Отца. Ну, принимаем. Я и Отец одно, в другом месте говорится. Поэтому Тиаков, он раб Бога и Господа Иисуса Христа. Либо он здесь Богом называет Иисуса Христа. Тоже мы это не можем отрицать. Потому что далее толкователь говорит, что если равно раб Отца и Сына, то Сын равен Отцу и по существу и по чести. Ну, это православный догмат. Многие сектанты верят в Троицу и в то, что они равны по ипостаси и по существу, и по чести. Ну, а нам православным и подавно. Мы верим в Троицу, единосущно и не разделим. Хотя, вот свидетели Иеговы, они разделяют именно, что даже не вмещают, что такое Троица. То есть, они не равны, у них Сын и Отец. И говорят, где, спрашивают, где себя Христос называет Богом. Нигде. То есть, а им это закрыто просто, их обманули, ложетолкователи. Очень много мест. Ну, и вот это даже одно из них, где говорится о равенстве Христа, Бога Отца и Сына. Второй стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадете в различные искушения, толкования. И искушения и печаль ради Бога апостол признает похвальным и достойным радости, потому что они самые крепкие узы и возвращения любви и сокрушения. Почему и сказано, Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. И Христос сказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Ибо без подвигов нельзя получить венцов ни в мире, ни от Бога. Называет их не детьми, но братьями по смиренно мудрею. Искушение доставляет рачительным всякую радость потому, что через них обнаруживается испытание таковых, а испытание приводит к совершенному действию. Но тогда кто-нибудь скажет, если таково действие искушений, то как Христос научает нас в молитве просить Бога, не веди нас в искушение. Читаем Евангелие от Матфея, 6 глава, 13 стих. Молитва, Отче наш. Отвечаем. Искушения бывают двояркого рода. Одни происходят от нас, а другие посылаются на нас Богом для упражнения и прославления нашего. И от нас происходящие искушения двояркого же рода, одни бывают от нерассудительной храбрости, которую мы называем дерзостью, и от которой заповедует нам Господь беречься. Потому что, хотя и бодр дух, но во время подвигов бодрость угасает. Почему храбрость та не оканчиваете добром для имеющих ее? Видно, какая-то опечатка, не совсем я уловил вот это предложение. Сейчас дочитаем и попробуем разобраться. Другие искушения, как, например, гибель садомлян. Садомлян, читаем в книге Бытие, 19 глава, 13 стих. Посылаются за грехи. Этих искушений всеми силами должно избегать через жизнь безгрешную. Искушения же от Бога, каковы и были Иову, Аврааму, и не только не должно избегать, но, если возможно, нужно привлекать их терпением и благодарением. Потому что они удостаивают прославления и венцов. Вот. То есть, Иаков пишет, чтобы мы вот эти искушения с радостью принимали. Чтобы не впадали ни в какой ропот. Ну вот, ну и вот здесь, и он начинает их разделить. То есть, бывает искушение. Что такое искушение? Это испытание. Оно от Бога и от нас. Вот. С миром, Наталья. Вот это вот предложение, оно какое-то, видно здесь, какая-то грамматическая ошибка. То есть, одни искушения, еще раз читаю, бывают от нерассудительной храбрости. Ну, имеется в виду от нашей храбрости. То есть, мы на себя там, да, я вот, я вот за собой замечал, у меня было такое дерзновение уж, если там, ну, как у Петра была такая храбрость, помните его уж, я за тобой, Христос, там, и в агоне, и в воду, и вот это вот пример такой излишней храбрости. На что Христос ему ответил, не проповет петух, как трижды отречешься от меня. Вот. Которую мы называем дерзостью, от которой заповедит нам Господь беречься. Вот это одна нерассудительная храбрость. То есть, я, 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 я. То есть, это вот самонадеятельность, нерассудительность. И объясняется, что, потому что, хотя и бодр дух, но во время подвигов бодрость угасает. Почему храбрость, та, вот, наверное, не оканчивает вся, надо было, вот, добром для имеющих ее. Ну, так и написано, не оканчивается. А у меня не оканчиваете. А у нас, у меня написано, оканчивается вся. Вся, да. Ну, значит, вот, в электронной здесь версии опечатка. Вот, значит, не оканчивается эта храбрость добром. Для имеющих ее возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. То есть, ну, не нужно на себя вот, такую вот, не нужно искать вот этих вот... Вот, ну, есть такой пример еще, мученической смерти. Не нужно искать, вот, специально. То есть, это опасно. То есть, когда начнут тебя, ну, так скажем, пытать или что. Да я по себе, вот, что далеко ходить. То есть, у меня была такая храбрость. Уж если вот меня, там, уж я за Христа жизнь отдам. Не тут-то было. Вот, у меня проблемы начались. С полицией. И все, и я поплыл, и испугался. Это обыкновенная человеческая вот эта вот... Ну, кому же тюрьму охота. Ну, там не за Христа, конечно, было, но однако, какая разница. Пришлось ее лить. Эта храбрость граничащается без шабашности. Да. Ну, вот она без шабашности. Она здесь вот толковательно называется, что вот, нерассудительность. Вот. То есть, предупреждали меня, не делая это. Это вот, ну, нет, вот, мне надо, но я это делал во имя добра. Вот. Я на себе это и испытал. Дальше, вот, здесь другие искушения, как, например, гибель садомлян, посылаются за грехи. Для чего Бог эти искушения посылает? Чтобы с миром, Вячеслав, для того, чтобы другие, ну, вот, и, как, ну, садовлян, ну, вот, они грешили, грешили, Господь их погребил. Какие тут искушения? Как он их испытал? Непонятно. Погубил их, и все. А вот, чтобы другие, которые, вот, то было написано древним, но это написано для нас, чтобы мы не были походливы на злое. То есть мы же знаем, что садом был сожжен, знаем. Ну, а зачем тогда с этими садомитами вообще какое-то дело иметь? То есть нами вот этих искушений всеми силами должно избегать через что? Через жизнь безгрешную. Вот и все, чтобы не было с нами, как вот с этими садомитами, садомлянами. Вот это вот тоже и искушение. То есть Господь испытывает. И ты знал, что вот со садом? Знал, ну, почему, когда вот их называют садомитами, они прям обижаются так сильно. Это вот в Европе-то все это. Искушения же от Бога каковы? Вот тут дальше точка запятой. То есть вот эти искушения, где гибель садомлян, их нужно всеми силами избегать и жизнью безгрешной. Дружба с миром есть вражда против Бога. Даже одеваться по-мирски не нужно. Вот. Сегодня батюшка говорил, то есть женщина, там, ну, осуждают одного блудника. Он говорит, ну, он с одной. Это Златоуст еще в четвертом веке проповедь. Это не батюшка говорит, не мои слова. В четвертом веке Златоуст прихожанам своим говорил. Вы его судите, но он с одной женщиной согрешил. А ты, идя в храм, разодевшись, как блудница, соблазнила как минимум там десяток. Почему? Потому что посмотришь на женщину с вожделением, уже прелюбодействовала с ней сердце свое. Да, ты никого как бы не это самое, но ты своим видом, то есть он вот этих вот женщин, приходящих в храм. Сегодня посмотрите, как в храм ходят летом там. Ну, стыд, срам. Никакого не целомудрия, ничего нет. То есть одеваются, как блудницы. А идут в храм. То есть нужно вот этих искушений избегать через жизнь безгрешную. Дальше. Искушения же от Бога, каковы были Еву, Аврааму, не только не должны избегать, но если возможно, нужно привлекать их терпением и благодарением, потому что они удоставят прославление венцов. Что это, вот чем они, вот эти искушения, отличаются от у высших? Мы его знаем, мы и семью Бог отнял, и сначала имение там все, и здоровье. Однако он, ну и говорит, не должен их избегать. Они научают безропотности и терпению, эти искушения. Аминь. Аминь. Да. Да. Бог дал, Бог взял. Вот это вот, и вот когда что-то со мной неприятное происходит, тоже пример приведу. Украли у меня сетку-рабицу на дрессировочной площадке. Год простояло, 10 тысяч. Ну, неохраняемое, ничего. Главное, поехал вот на крещение. Вот Наталья была, Вячеслав, и вот этот день у меня вот такое искушение. Ну, 10 тысяч, как бы, небольшие деньги, но все равно неприятно. Забор украли. Вот. Я сразу Бог дал, Бог взял. Ну, вчера приехал, натянул тут же. Тут же женщина откликнулась, ну, перечислила деньги. Я купил, поставил, опять стоит. И, главное, ставлю сетку, женщина идет с собакой, прикручивайте, крепче, чтобы опять не украли. Жалко ваш труд. Я говорю, ну, жалко, жалко, ну, как. Я не для себя это делаю. Она в открытом доступе, весь город туда приезжает, выгуливает своих собачек. Что нет в городе огороженных площадок, как в Европе в той же. Да, и в Москве я сейчас слышал уже полно, в крупных городах. Законы вышли, а строить никто не стоит. Да, свой счет построил, да еще и... Вот. Вот это вот я себе усвоил, то есть безропотности. Бог дал, Бог взял. Значит, кому-то там нужнее было, этим бомжам, чего они, может, с голоду помирали, продали. Там, я не знаю, ну, хотя я их не оправдываю. Вор должен в суде сидеть в тюрьме, я, кстати, полностью согласен. Ну, взял не свое. Так, нужно привлекать их терпением и благодарением. То есть, какая-то обида Бога поблагодарил. Вот, а у Ива мне нравится. Помните, как жена ему говорила, когда он уже страдал, весь нагноюще сидел, там... Похули Бога и умри. То есть, ей жалко, может быть, было стало его, или еще что, не знаю. Что он ей ответил? Ты говоришь, как одна из безумных. Не узыжели мы будем Бога благодарить только за доброе, а за худое не будем благодарить. Сегодня батюшка вспоминал Сергея Козлова. Никогда за 15 лет он не возроптал. И благодарил Бога, он всегда подписывался парализованный во славу Христа. Вот это современный пример вот этих вот искушений. Потому что, если бы он говорит, я, тогда Господь меня не наказал, я был сильным, ну, я не знаю, знаете эту историю, что он... Здоровый, крепкий парень, он самонадеянный. Зачем ему Бог, когда есть здоровье, деньги, силы, все есть. А вот в таком положении уже беда до порога, мы до Бога. Вот. И здесь главное не возроптать, а поблагодарить. Тоже я на себе это испытал. Когда у меня случилась онкология, я долго лечился, и тогда я еще был неверующий. И вот через болезнь меня тоже, как вот Сережу, тетку моего, Господь меня привлек. И когда я начал благодарить Бога за болезнь, я тогда начал ходить на занятия к Игнатию Тихоновичу, и немножко стали разум мой просвещаться. Тогда болезнь отступила. Онкология. А за что благодарить? А за то, что она не заразная. Как-то я его тогда Тихонича услышал, он страдает глухотой. И он тоже. Я благодарю, что у меня болезнь такая не заразная. А есть же заразные болезни, то еще и грехи, и такие нехорошие болезни, которые передаются. Прости, Господи, как. Слава Богу, что не такая у тебя болезнь. Вот, и начинаешь прославлять Бога. Так, ну, повыше сказано, то все понятно, вопросов нет. Вот Иаков пишет, значит, своим друзьям, братьям. Братья он их называет. Почему не детьми? А как он может детьми их называться? Потому что он апостол, он и дети, духовные дети. И этого не нужно стыдиться или что. Я в молитвах просил духовных детей. Ничего здесь такого нету. Господь заповедовал семя сеять. А семя рано или поздно должно взойти. Вот, к слову сказать, в Потеряевке тоже там, на Игнат Тихонича ропщат. Вот ты деньги, вот пруды эти, лучше бы на эти деньги там дороги построил. Он говорит, что вы моими деньгами как бы распоряжаетесь? Ну, а это же чужие деньги, вам же жертвуют. А он, ну знаете, что ему ответил? Он говорит, их дали мне, вот, говорит, если тебе сын даст денег, а не чьи? Мне так это поразило, скажем, ну, сын дал отцу денег, а папа это тебе. Ну, чьи это? Чужие деньги или твои? Ну, естественно, это уже деньги не чужие, раз сын дал. И ему дети духовные дают деньги, но он как хочет ими так и распоряжаться. Чего вы лезете? Он хочет эти пруды строить, это его право. Хочет дороги делать его. Вот начинают, а надо было вот не пруды делать, а дороги. Ну, вот такие же вот ропотники, как вот водил Моисей их по пустыне, так же и в Потерявке. Все повторяется история один в один. Ничего не поменялось. Он говорит, ну, возьмите, говорит, на свои и сделайте так, как вам надо. К слову сказать, вот эти деньги, которые там, миллионы заложены в эти пруды, вот этим летом Господь обильно благословил. Столько рыбы мы поймали. Я за всю жизнь никогда столько рыбы не ловил. А вот, ну, а что, потому что вот трудились, и Господь, вот, трудящийся, достоин пропитания. Сейчас вот я привез, угощаю карасями, и радостно, и люди, как бы, благодарят и тебя, и Бога, и почему бы и нет. Картошку вот поедем копать в следующую субботу. Дроботы согласились. В прошлый год их просил, а тут прям, ну, я сразу встал. Говорю, 9 лет вас Игнает Тихонич кормил, вы ни разу не помогли картошку выкопать. Давайте. Согласились. Ну, не знаю, поедут и нет, но хотя все четверо сегодня согласились. Вот, молитесь в пятницу, поедем картошку копать. Тоже доброе дело, надо детей приучать. Ну, вот здесь прославление и венцов. То есть, здесь тоже Господь говорит, вы свет миру, вы соль земли, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего небесного. То есть, вот эти вот искушения, испытания, добрыми делами, то есть, их нужно терпением и благодарением и привлекать. То есть, просить у Бога в молитве, Господи, покажи мне, где что доброе такое сделать, чтобы прославить тебя. То есть, люди тебя благодарят за какое-то доброе дело, а ты говоришь, слава Христу, у нас так принято, не нужно, тебе говорят спасибо, а ты говоришь, слава Христу. Ну, то есть, это не я, не меня хвалите, не меня прославляйте. Это Христос меня побудил сделать такое дело. Вот. Тоже я, например, могу на себе привести. Моя ученица, выучил я ее дрессировки, все, и она стала зарабатывать. Я ей даю работу, ну, а на работе, как принято, оно называется откат, ну, или комиссионный, или как благодарность за... Ну, понимаете, о чем я говорю? Ну, процент за то, что ты даешь работу человеку, он терпит. Я же мог сам бы эту работу себе сделать, однако я поделился этим клиентом, и она сразу, что, какой процент мне вам давать, за то, что вы мне даете зарабатывать. Говорю, ничего не надо, отдавай десяти, но мне ничего не надо, зарабатывай, и все, как бы, вот так и договорились. И мне хорошо на душе, и ей. А перед этим она, как только я сказал, она прям говорит, а я давно думала о десятине. То есть она знала, а вот платить не платила. И тут вот прям реальная возможность, я ей двери открыл, пожалуйста, зарабатывай, плати десятину, благодари Бога, потому что это не я тебе работу дал, а Христос, Дух Святой меня побудил, чтобы ты моя ученица, вот, ну... Хотя она в достатке живет, и гораздо, может быть, и богаче меня, ну, ей это нравится, вот эта вот дрессировка и зарабатывай. И гостиницу она сейчас для собак открыла, я вот в Потеряевке жил, и... Всю-всю работу, которую я мог бы делать, то есть я переложил на нее. Вот. И... И... Она какая-никакая верующая, два раза вот у нас на Ползунова была в храме, наталья ее зовут... Ну, такая маловерная, так скажем, но десятину вот нравится ей отдавать. То есть многие на десятине, конечно, вот... Я аж сам был такой удивленный. Ну, в юбку водить не мог ее убедить, а вот десяти, но она почему-то вот у нее была это. Так, ну, вопросов пока нету по вот этим, по искушениям. С великой радостью нас Иаков учит принимать эти искушения. Ну, почему у нас? Потому что это писание, оно, нужно его сделать так, чтобы оно заговорило с нами. Почему я о себе да о себе говорю? Потому что это меня касается, я читаю, это меня касается, и мне это... Я этим живу. Многие, Игнатия Тихоновичу тоже, как бы, а что ты все о себе да о себе? А он всегда отвечает, покажи мне веру, покажи мне веру без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Они взлобятся сразу, как бы все. То есть завистники, работники. Вот. Все им, шпитки нужно ставить. Начни делать и увидишь, как Господь тебя благословит, и все. Раннее вставание, молитва, поклоны, и ты в горы свернешь. Вот. Посмотришь, иди, удавишься. 82 года человек уже, как говорится, работает, как 28-летний. Цифры поменять на обратную. Слава Христу. Четвертый стих. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Толкование. Причиной совершенного действия называет мудрость, ибо знает, что испытание веры и терпения в искушениях не есть у дел всех людей, но мудрых о Боге. Почему желающих выказать веру и терпение возбуждает к молитве о мудрости? Так. Вы... Я вот как бы занятия веду-то говорю, народу у нас сегодня не так уж и много. Пожалуйста, если... О, начали трое, простите, я сейчас заглянул-то уже... Вот. Слава Христу. Можно... Как бы у нас правило не перебивать, но вот... Я... Если есть желание, какие-то мысли по вышесказанному, пожалуйста, перебивайте и... Чтобы это не монолог было, такое вот занятие именно. Чтобы все участвовали. А пока понятно? Пока все понятно, да? Вот. Ну, здесь толкования такие коротенькие, как бы, и особо, действительно... Вот. Терпение. Почему он переходит на терпение? Здесь про испытание. То есть испытание нашей веры производит терпение. Ну, есть такая русская поговорка, Бог терпел и нам велел. Почему он переходит терпению? Еще раз давайте... Так. Хотя искушение, хотя, как сказали, мы двоякого рода, но терпение полезно в каждом их роде. То есть двоякого рода от Бога и от человеков. Это вот искушение, то есть испытание. В искушениях от Бога оно полезно тем, что через них мы получаем прославление, как получили он и Авраам и Иов. То есть Господь нас испытывает, мы эти испытания проходим, не поддаемся греху. И получаем прославление. Ну, от Бога, скорее всего, я так думаю, не от людей. Хотя и братья, если они верующие, видят, что такое испытание, даже вот брат Сергей Козлов, да, мы видим, какое у него терпение, он безропотно все это переносит, и Бога благодарит, и парализован, и лежит. И говорит, если бы мне предложили обратно вот эти вот руки, ноги, встань, ходи, я бы отказался, говорит. Ну, как тут Бога не прославит за это? То есть за эту безропотность, это только вот мудрый человек так может сказать. Глупый-то он скажет, ну, входить во что бы то ни стало, и все там, все. А он парализован, и больше нас всех, может быть, сделал вместе взятых. Не он, впрочем, но благодать Божия. Есть такие избранники, как Сергей Козлов, как вот Игнарий Тихонович. Братья, которые вот трудятся. А избрание, причем, потому что сами сделали навстречу Богу шаг, и получили благословение от Бога. То есть, добрые дела, значит. Те же занятия вести, записывать, вставлять в интернет. Сколько благодарностей от людей получаем за эти ролики. Сегодня, кстати, впервые батюшка попросил меня стереть ролик. Брат там Игорь Добунов сказал какие-то слова, сестре не понравилось, она к батюшке обратилась и сказали стереть. А камера моя, тоже искушение, испытание. Но я не стал стирать, отправил модератору, позвонил Игнать Тихоновичу, объяснил ситуацию. Он говорит, нет, Добунов прав. А замки снимает, то есть заливает там администратора, а замки снимает Игнать Тихонович. Пока он посмотрит, я ему позвонил, что батюшка такой вот, имеет желание не выставлять. То, что выставлять или не выставлять на всеобщее обозрение решает вот Игнать Тихонович. И даже батюшка как бы вот, даже немножко он видит, что я не удаляю это при нем, этот ролик с камеры. Хотя я мог камеру взять, стереть тут же при нем. Вот, но этого делать не стал. Потому что кому-то может быть полезно, кому-то вредно решать. То есть у нас пока есть кому решать, слава Богу, Игнать Тихонович. Вот такое вот было испытание. А вот какой интересный вред может это понести-то? Вот пример вреда, все-таки мне кажется, вреда вообще невозможно никогда понести от таких, даже если что вставляется что-то плохое о тебе. Для тебя это вообще польза получается? Ну, ну вот сестра видимо немощная, вот сказали, что она говорит, вот он так сказал, и вот дети мои могут про меня вот так вот подумать. Хотя он сроду вот этого уже не хотел сказать. Понимаете? А батюшка на ее стороне, а Игнать Тихонович на стороне Игоря. И как бы и две сестры прям на него напали. Вот что, вот ты брат ревностный, и тут же они говорят, у тебя дар от Бога, ты с детьми так интересно вот ведешь воскресные занятия. Вот. Я вот, и она сама говорит, я веду, я скучно так по бумажке веду, то есть она сама все разложила. Но мы просим тебя вот, как бы, у меня, ко мне люди подходят и говорят, что вы молчите, пусть он не ведет больше занятия, то есть не нравится, как Игорь ведет занятия. А ведет он, знаете, интересно. И вот именно детям сегодня вот эта тема была о блуде. Вот. Потому что многие на этом мутарстве спотыкаются, и нужно так сказать, чтобы дети запомнили, а не так по бумажке прочитать и все, чтобы коснулось их это, чтобы батюшка, ну нам вот мама как-то так вот по-другому говорила. Тогда другие времена были, тогда не было такого разврата, как сегодня, не было интернета, не было вот этих вот рекламных всяких везде повсюду, вот. Ну вот. Сегодня нужно, и главное в Библии это все, это говорится, не скрывается ничего, и что дочери там переспали с отцом, да это как так до сегодня же заплюют. Описано это все. Почему? Потому что это жизнь. А надо это детям говорить? Не надо. Получат они вред или пользы не получат. Ну вот мамки за своих детей как бы переживают. Когда они блудить у вас начнут, тогда вы вспомните Игоря и поблагодарите его. И себя украдите. Да что ж мы их не останавливали. Для детей первоисточник должны быть родители близкие, а не в школе друзья и соседи или интернет. Лучше услышать в первую очередь от родителей это получение, чем от близкого. Потому что ребенок потом вот говорит, почему ты мне мама не сказала, а вот мне и другие сказали. Они же сестры эти говорят, да они все уже знают. То есть они сами себе противоречат. Ну раз вас дети все уже знают. Игорь, то что они знают, сказал, чтобы их остановить от этого. Зачем вы его в этом упрекаете? А за тем, что вы им не говорите об этом. Вы не знаете, что у вас. Мне человек совершенно посторонний говорит. А вот там-то, там-то вот у одной сестры, вот у сына вот такое-то вот ВКонтакте вот такая-то фотография. Разводя такие дебаты, только акцентируем внимание детей на ненужном. Не могу согласиться. Что значит не нужно? Нужно их уберечь от блуда или не нужно? Нет, нужно, но просто не надо акцентировать мамаши внимание вот на этом, что сказал Игорь. Вот, что я имею в виду. А, ну, нет, но они при этих-то не стали акцентировать, они отдельно потом сказали, сказали Игорь. Они ему говорили, а, что, ну, ладно, там уж как... Я просто при этом занятий не был, вот, если бы я там был бы при этом, я бы как бы... Да, да. Сергей, ну, это ты расскажи нам, как это ощущение отпор к терапии-то? И, главное, вот мне сестра Елена Гладыщук рассказывала, как батюшка рассказывал про поркотерапию. Хотя он там не присутствовал, но он был в курсе. Ему, видимо, пересказала тетя Люба, которая меня била. Да, вы ролик-то этот посмотрели же, да? Да, да, да. Ролик посмотрели. Ролик абсолютно, очень полезный. Самый хороший ролик Сергей в Потеряевке. Ощущение, ощущение, что я, как бы... Это хорошее, доброе ощущение. Я же верующий, понимаете? Я понимал, что это кино, что это пародия, что людям будет интересно. Ну, отзывы там прочитал, ну, как это там... Дед-садист и учит бабку. Ну, что там люди мирские могут написать? Это говорит о том, что ролик душевный. То есть, для нас, верующих, это запах живителя на жизнь, а для них запах живителя на смерть. То есть, они не наказывают ни себя, ни детей, и поэтому у них вот... Они... Потом... Приходится им за своих детей краснеть, так скажем. А Библия учит нас, чаще наказывая, чтобы впоследствии утешаться. И очень много дебатов, там-то, и ювенальная юстиция. Здесь здорового, взрослого, 50-летнего дядьку порит, женщина. Как бы... Я безропотно лежу, улыбаюсь. Мне единственное, что... Я жалею, что... Она тетя Люба... Я же 39 проспорился. Ударов там. Мне три ударили, ну, больно, так скажу. Не то, что я там, как батюшка, пересказал мне уже, что... Ой, там Сергей сразу, там, Господи, помилуй, Господи, прости, больше не надо. Нет, не было его. Просто Игорь Тихонич мне предложил, либо ты говоришь, что... Прости, я больше спорить не буду, либо бьем дальше. И тут же говорит, ну, говори, прости, я больше не буду. Ну, я за ним повторяю. А мне хотелось бы... Ну, раз я 39 проспорил, я как мужчина, я должен 39 и получить. Ну, коли мне по милости, как бы, Божий... Он, как бы, и подушки там подложил, как бы, и все, и дал мне ильтеративу. Зачем мне, как, брать на себя? А тетя Люба говорит, я страшно испугалась, что вдруг я упрусь, и, как Павел, буду, как бы, эти 39 ударов терпеть. Ну, у Павла не было выбора. То есть, как бы, ну, наложили... Мы не сказали, давай или 39 ударов, или, там, проси у нас прощения. Нет, его просто, как бы, а мне что? Конечно, проще попросить прощения, чем с гордостью. Ну, раз я проспорил, нет, бейте меня. Это же не благоразумно будет. Но, когда 10 раз уже меня ударили, мне, как бы, захотелось отменить, подушки убрать и еще... Как бы, ну, боль-то утихла. Ну, раз, как бы, я проспорил, значит, ну, я виноват. И раз я виноват, я должен очиститься через телесное наказание. Я раньше этого не ощущал. Я чувствовал в лагере, когда детей крапивовое отпорят, и они потом, ну, плачут, выходят. Игнатих Игорьевич, теперь они очищены. Я думаю, ну, как они очищены, если они плачут, и мне кажется, что у них обида. И даже, ну, вот, с своих Еленой Гладищук тоже, вот, она, как бы, участвовала при... Ну, при этой... Ну, в курсе, я с ней переписывался, там, как бы, она была очень интересна, как бы. И она тоже такую фразу, она с дочкой-то приезжала, и говорит, а вдруг ребенок затаит обиду. То есть у них проблема с дочерью, то есть она там непослушная. Хотя она там, мне показалось, очень такая девочка, такая воспитанная. Вот, ну, может, она нас стесняется, а дома там, как бы... Вот. Но Писание нам говорит, чтобы мы не взирали на вот эти выкрутасы, если ребенок там даже плачет, орет, там, упирается. И вот Гдань Тихонича тоже ролик есть, там, Яша плачет. Кто не видел, посмотрите, там, еще там, когда ребенка прям наказывал, он не смотрит, что он там орет. Он говорит, он не орет, он не орет, он артист, он хочет просто избежать наказания. А верующий ребенок, он... У него совесть мучает, он... Скорее бы меня наказали, чтобы с меня эту вину снять. И вот это вот я испытал на себе. А то, что там Пилипенко по оркотерапии занимается там, ну, там нету вот этого, не увидел я вот этого духовного исцеления через наказание. И то, что там мужчин-женщины порят, а женщин-мужчины, тоже там про это я ничего не говорил. Это лучший результат, для чего тоже непонятно мне. Да еще, если там по голому телу, там... Ну, там тоже голых я тел не увидел. Ну, это как-то наоборот, мужчину бы меня бы оскорбило, если бы мне там, например, сказали бы, снимай штаны, тебе женщина будет по голым ягодицам. Это... Я бы, конечно, противостал бы этого. А так-то по штанам-то... Геннадий говорит, это еще ты в штанах. Да штаны-то там у меня тонюсенькие, там разницы бы никакой не было. В плане ощущения физической боли. Вот. Три удара, да. Вот у нас мизинец, это розга, это больно. Но у Пилипенко он как-то и... У него больше похоже на парение в бане. Он такие вот еще пасы этими розгами делает, там что-то шаманит, не шаманит, исцеляет и деньги за это берет. Как бы, тут бесплатно все... Проспорил, получай. Вот. Ну, я в прошлой жизни тоже и... Любил поспорить и в карты на деньги играл, как бы... И мне из-за этого... Были как бы... Не нужно спорить, не нужно... Брать на себя вот это вот... О чем вот мы выше читали, что... Возвышающий себя унижен будет. То есть не нужно там... Спорим, вот я проеду, да? Ну... Вот. Не проедешь, не нужно, значит. Вот. Хотя Елена приехала в потерявку и погода была, она проехала, потому что все молились. Ее Бог провел. А меня Бог вразумел через это, что не нужно на себя вот... Брать то, что ты не можешь. Вот. Да. Вот хотелось мне просто... Ну вот и... И... Жалею, что я еще... Ну... Большего наказания, что я не получил хотя бы... Ну, не тридцать девять, но еще же там... Раз пять бы или шесть бы. Вот это вот. И там все... А следы остались следы? Следы нет, не остались. Но, интересно, я на следующий день помогал брату Игорю крыть крышу и мне пришлось ногами толкать профлист. Вот. И у меня впереди остались синяки на ногах. Он же острый. Хоть я и руками, но руками все равно упираюсь. Я его толкал наверх, на крышу под 45 градусов. Мне пришлось толкать. Вот. Синяки остались. А я Володе того говорил, вот смотри, отпорка терапия, чудо какое. Говорю, били по ягодицам, а синяки впереди у Володи. Так я ему ничего не стал говорить. Но даже... Вот так вот я пошутил, как бы... Ну, что я предполагал, что... А потом я повернулся к нему, задам, говорю, есть синяки? Он говорит, нету. Не было синяков, не знаю. Ну, от трех раз. Хотя, думаю, если бы еще раз пять, они бы, наверное, появились. Вот. А вот интересно, апостол Павла-то, как били-то, интересно, там палки какие-то или именно тоже такие, и какого рода были наказания, интересно, тогда? Вот в плане именно... Ну, вот я не знаю, я знаю, что вот говорят, что сорок без одного – тридцать девять. И вот поэтому вот мы... И... Есть такое... Вот я слышал, что тридцать девять выдерживает человека, а вот сороковой уже может не выдержать. Представляете? То есть до смерти могут забить. И поэтому всегда вот больше тридцати девяти не назначали. То есть до полусмерти забивали, наказывали преступников или уж там. Ну, это бичевание называлось. Да, может быть. Не в курсе. Да, когда из кожи волок делают, со шкурой, такие веревки, они очень жесткие, упругие. И они рассекают прямо кожу. Да. Павло били палками, насколько я помню, там написано. Ну, розга... Палка, может быть, переводчики перевели, как бы, не... Я про Иисуса Христального, когда его пичевали. Так, ну, давайте продолжим. Значит... Вопросы еще есть, может, какие-то вот по поркотерапии? Ну, все вроде рассказал, что еще. Синяков не было, обиды не было. Как бы... Потому что в конце видели, что обнялись с любовью, так все это... Больше, конечно, там переживала тетя Люба, и она позвонила батюшке, и вот сказала Игнатию Тихоновичу, что он вот ей предложил такое сделать. Ну, батюшка говорит, ой, пусть он делает, что хочет, я вмешиваться не буду. Но потом, когда на следующий день мы поехали на рыбалку, и батюшки рыбе завезли, он такой... Ну, знаете, что, что это произошло-то? Сколько там ударов, я вообще не знаю, это он... Сидеть не больно, ну, такой, знаете, с сочувствием, как бы, ну, с любовью, такой, ну, как ты, как ты? Я говорю, да слава Богу, вы видите, я же... Вот. Я еще понимал, что если мне на больше ударов согласиться, а я же возил каждый день на рыбалку, а сидеть же приходится, если там раз десять, то там уже за рулем, наверное, сидеть, наверное, невозможно будет. Больно будет, поэтому я не стал, как бы, бравату на себя наводить, и... Ну, хотелось, хотелось, потому что побольше получить, и, как бы, вот... Но зато я понял, что я не мазохист. Вот. Как бы... Такое желание промелькнуло, но именно за то, что я... Я виноват, и получить наказание, не за то, что испытать какой-то там адреналин, там, или что-то вот такое вот. То есть, меня Бог обильно помиловал, а мне... Как бы, все это за это Бога благодарю, что он помиловал, но... Внутри такое состояние, я достоин большего. Раз вот я ляпнул языком, согласен, на тридцать девять. Вот. Я-то думал, там розочка будет, там, ну, знаете, прутик, там, думаю, там, ну, миллиметров пять, там, ну, тридцать девять, там, полегонько. А тут с мизинец, да, со всей силы, там... Ну, было больно, поэтому... Ну, в детстве, если розгами детей наказывали, они, наверное, понимали, что это такое розговор. Даже в революционный фильм смотрел, там розги учителей висели в классе. Поэтому дети сидели, и никто учителей даже не думал убивать. А сегодня детей не наказывают, и дети убивают учителей. Они их не уважают, не почитают, чему ты можешь научить ребенка в таком состоянии-то. Они приходят только время провести сейчас эту тестовую систему, то есть система образования, она напрочь разрушена. Брат Владимир Галиндухин пребывал с детьми, он организовал частную школу. Он говорит, я своего ребенка никогда бы не отдал в российскую государственную школу, потому что там... Сейчас не учат детей, но их учат вот эти тесты решать, кто это все придумал. Все это вот... Не учат детей думать, не учат детей рассуждать, не учат детей учиться. Учат вот эти вот ЕГЭшные тесты, вот как-то сдавать, размышлять не учат. Очень страшное это все. Ну и наказание, и воспитанием детей в школах там... Я думаю, сейчас никто не занимается. Почему-то, что сразу ребенок жалуется у его учителя там... Учителя либо увольняют, либо что-то там... Не по писанию все. Неверно, неправильно. Но государство еще пока оставило лазейку вот это домашнее образование. Сергей, а по микрофонам, что там удалось подключать их, что-нибудь сделать с ними? Значит, по радиомикрофону я... Ты радиомикрофон имеешь ввиду? Ну и радио, и тот. Тот, нормально все работает, который вот надевали... Ну, Владимир, правда, часто забывается чехол-то надевать от ветра. Там качество звука улучшается, на ветру все нормально. Радиомикрофон мы с Гаврилом в Барнауле настроили, поговорили. Все, далеко как бы можно было даже использовать его в каком плане. Допустим, Игнатий Тихонович или там брат какой-то благовествует, заходит в дом... Если его слышно... Так, секунду... Алло... Здрасьте... Я сейчас занят, я вам перезвоню попозже, через часок, хорошо? Вот, и мы... Его проверили, он работает, все... Ну, правда, долго мы там с ним копались, полчаса пока настроили, там какие-то там... Не до конца он втыкался, поэтому слушайте, так вот... Его можно использовать... Была у меня мысль... При тайной съемке, допустим, человек... Иногда смущается, видя камеру, и видя камеру, начинает просто прогонять, или что-то там у него такое... Ну, на камеру не... Неприятное, так скажем... Ну, раздражение какое-то... Вот, а если он камеру не видит, он может быть более раскрепощен, ну, а микрофон не каждый заметит... Где-то камерой вдалеке снимаешь, вот этот можно использовать... Предложили Игнать Тихоновичу, даже хотели ездить на Благовестие, даже Елена Голдыщук приехала, мы поедем на двух машинах... Но не поехали, почему, не знаю... Ну, потому что потеряются, никто не изъявил желания ехать... А ехать... Вчетвером, допустим, я, Игнать Тихонович, Алёна и Владимир... Не целесообразно, потому что, ну, мы вчетвером, сколько мы там обойдем... Мы же обходили, мы даже, бывали, приезжали на девяти машинах, полностью село обходили... Девятью машин, то есть, допустим, 35 человек... С утра идем и приглашаем, там, к трем часам в клуб на беседу с Игнать Тихоновичем... И приходило там два-три человека всего... Ну, нерационально, правильно? А если вчетвером, ну, вообще никто не придет, и только зря, как бы, бензин сожгем... И все, поэтому, скорее всего, по таким причинам мы не поехали... И вот на этих вот благовестиях, то вот этот вот радиомикрофон, он был бы полезен... Слышно хорошо, и люди бы знали, как это делать правильно... То есть, мы, православные христиане, как бы, раздаем бесплатно Евангелие, это было бы слышно... И человек, который бы там стоял во дворе, там же дома частные, он бы снимал за калиткой, там, тайно как-то, может быть... Было бы его видно, и беседы бы какие-то, потому что люди бы начинали иногда беседовать... Этот радиомикрофон бы использовали... Но мы предложили такую Игнаю Тихоновичу, но он почему-то в последний момент сказал не надо... Микрофон сейчас в Потеряевке... Я его забирать в Барнаул не стал... Хотя тоже у меня была его мысль использовать при раздаче Евангелия... Но мы попробовали, я-то думал, что у нас проблема-то в чем... Когда раздаем Евангелие, и начинаются беседы, эти беседы плохо слышно... Потому что транспорт, шумы... Я думал, что этот микрофон, когда он будет рядом, радио, он как-то улучшит положение... Нет, он ничего не улучшает, потому что он тоже так же записывает, как и простой микрофон, все эти посторонние шумы... То есть он их не отсекает... А почему-то мне казалось, если он рядом со мной, рядом с собеседником, то... Но тот же микрофон тоже рядом, когда камера стоит, поэтому... И какой-то там... Вот его на стол очень хорошо ставить, вот идет изучение Библии... Если его посередине поставить, то будет все хорошо слышно... Или около Игнатия Хныча... Вот мы же делали, когда к крещению была комиссия... Вот я там поставил, ну, только такой, на провода... И очень все хорошо слышно было... А сейчас там, я смотрю, не ставят, видят, видать его... И там эхо, эхо вот это, оно отдается, и плохо слышно... Им там нельзя сказать, чтобы они ставили его... Вот именно на стол ставят, и все, к нему прищепкой прицепляют эту штуку... Вот, я... Я Владимиру говорю, давай я тебя научу... Он говорит, к моей камере этот микрофон не подходит, он подходит только... Да у нас три камеры, моя камера, она сейчас в Барнауле, я ее не стал в Потеряевку забирать... Игнатия Тихоновича, как бы, считается камера, хотя они, ну, в принципе, все, все общие... Вот... Он, Игнатий Тихонович, свою камеру не стал давать, чтобы к ней вот этот радиомикрофон цепляли, потому что у него позиция такая, как бы не было чего хуже... Вот она работает вот так, пусть лучше плохой звук эхо, чем если вы что-то начнете улучшать и вообще никакого не будет... Я так думаю за него, может я не прав, но в подобных ситуациях он такое поведение свое так именно объяснял... То есть радиомикрофоном пока... Пока, пока не время, так значит, еще... Вот... Как им написать... Ну, Вячеслав, у меня есть скайп, он в скайпе... Игнатий Тихонович, он отвечает... Он разговаривать не может, но переписка с ним возможна... Он в группу подпишет... Пишите, он... Его нужно... Уговаривать или убеждать... То есть он как бы упертый, но... Иногда он бывает и... Поддается... Хотели на день рождения батюшке подарить пластиковое окно... Вот... Он уперся... Но дал лазейку, но вы там подумайте... Сегодня опять мы обсуждали этот вариант... Он говорит... Вам только дай волю одно окно поменять... Вы все поменяете... Он говорит... Конечно, все окна нужно на ползуново в храме поменять... Потому что это дешевле в два раза... Когда оптом заказываешь окна... Все посмеялись... Ну вот... А это деньги... А деньги... Зачем деньги? А батюшка говорит... Мне проще пенопластом залепить... Чтобы вообще окна не было... И было тепло дешевле... Я Тихонич экономист... Зачем вставлять пластиковые окна, когда вроде и так... Никто не замерз... Так... Еще вопросы? Какие там планы... Потеряете у него за месяц... У него остался там месяц примерно... И 10 дней... Какие там планы сейчас? Так... Какие планы... Ну, досыпать дорогу... Там мы на втором мостике половина песком засыпали... И еще... Вот он ждет... Вторую половину песком засыпать... Вот... Рыбалка... Сегодня звонил Игнать Тихонич... Обычно мы с Володей там... Сети проверяли... А тут они... Я раз уехал... Они поехали... Игнать Тихонич в лодке и Володя... А был сильный ветер... И они теперь... Одевают жилеты спасательные... Вот... Которые дети в этих жилетах рыбачат в лодке... Что в случае чего... Если ветром их перевернет... Чтобы им не утонуть... Вот... Настоящие апостольские рыбаки... Рыбы много... Господь благословил... То есть вот эти деньги... Которые... Духовные дети жертвовали... Игнати Тихоновича... Именно на пруды... Я так понимаю... Или он так решил... Ну... Я не в курсе... В этих... Денежных... Всех... Систем... Но... Потеряевку накормили так... Что люди уже потом даже отказывались... Не нужно было... Ну... Мы увидели... Что за раз... Прям... По 100 килограмм... Вытаскивали... То гальянов... То карасей... Там... Морозильная камера... У них... И два холодильника... Полностью забиты рыбой до отказа... Еще и даже у брата одного холодильника... То есть... Рыбу много... Вот... Я привез в Барнаул... Целую большую... Такую... Кастрюлю... Свежих... Я переживал... Что... Я их как-то... Ну... Ну... Зу... Там... Они пропадут... Нет... У меня даже ни одного большого не осталось... То есть... Все раздал... Как-то Господь благословил... Все... Я даже в молитвенную поддержку писал... Говорю... Помогите... Столько много рыбы... А нас двое... Ладно... Там ее... Допустим... Ну... Поймал... Заморозил... Ее же надо почистить... Вот... Ну... Гальянов... Хорошо... Мы придумали... Что в русской печке... Мы их запекли... И... Их сейчас... Их чистить не надо... То есть... Они печен... Сушеные... В русской печке... Вкусные... Довольно-таки... А карася... Так уже нет... Его нужно почистить... Его нужно заморозить... Причем... Чистить... Игнать Тихонич... Говорит... Не мыть... Говорит... Забирай назад... Не возьму... Ну... Посмеялись... Говорит... Ладно... Я тебе передал... А ты... Говорю... Хочешь... Не мой... Говорит... Мое дело... Передать пожелание... Потому что... Игнать Тихонич... Когда... В чешуе... Получается... Такое... Желе... Внутри... Кишки... Он... Говорит... Говорит... С желчью... И с кишками... Ну... Там... Я сомневаюсь... В полезности... Этого жира... Поэтому... Я рыбу мою... Лучше... Вообще... Пусть она без жира... Чем жир с желчью... Ну... И у нас споры... Вот... Все вы моете... Баби Дур... Баби Дух... Они все моют... 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 Ну... Я ее люблю... Ем... Вы любите с кишками... Ну... Мы вам отдельно сварим с кишками... На вкус и цвет приятеля нет... Почему... Вот... Планы... Ну... Какие планы... Бог его знает... Какие планы... Значит... По благовесу все-таки не удалось, да? Да... Не удалось... И как-то вот... Даже с Володей... Когда Христос... Вознесся... Апостолу... Пойдем ловить рыбу... Сейчас такое состояние... Угнать Тихоновича... Пойдем ловить рыбу... То есть... Он как-то... Ну... Я, видимо, уже настолько... Он... Исчерпал это все... Он хочет, чтобы мы сами... Проявляли инициативу... Почему? Он мне как бы запретил-то вести занятия... И это тоже промыслительно... Потому что... Нет меня... Появился ты... Появился Никита... Вот... Может Богу удастся... Еще кто-то появится... В плане организаторов... Вот этих занятий... Вот... Чтобы мы вот как... Апостолы... И каждый потом организатор... Еще бы 12 таких организаторов занять... Вот... Тогда это будет вот именно вот так... Как... Как было это когда-то... Малая закваска... Квасит все тесто... У нас сейчас это тесто... Начинает потихонечку... Вот... Заквашиваться... И... Раз... Разрастаться... Для этого нужно было... Вот мне на время... Как бы... Затаиться... Вот... Я даже сейчас не знаю... Вести... Не вести... Потому что... Ну... Помните... Был разговор еще... Виталий Калинников... Там... Ну... Игнать Тихонь же запретил... Зачем ты вроде как... Поперек батьки... Ну... Он... Не то что запретил... То есть... У него было вот такое... Вот... Промыслительное... Я думаю... В этом плане... Мысль... Замысел... Вот... Что он... Смысл запрещения вести занятий... Был именно в том... Чтобы другие начали шевелиться... А вот... А не в том... Чтобы вот... Мне не вести... Ну... Ну... Другая причина... Потому что... Меня с вами не будет... Ну... Я без Игнать Тихонича... Часто занятий вел... Ничего тут такого нет... Люди как бы... Благодарят... Потому что я молюсь... Чтобы нам не уклониться... Ни направо... Ни налево... С Игнать Тихоничем... Конечно безопасней... В плане... Вот... Уклонения... Он сразу раз... Поправит вас... Как будто не туда понесло... Вот... Вот... Ну... Я заказал на... Ну... В Барнаул... А мы-то в Потеряевке... И нам звонят... И говорят... Что вот... Завтрашнего дня пойдет... Оплата... За... Хранение... Евангелия... Я к Гале загуляю... Звоню... Ну... Молитвенную поддержку... Сестры... Братья... Кто может... Заберите Евангелие... Я в Потеряевке... Ну... Ехать... Как бы... 150 километров забирать... Не резон когда там... Братья... Ну... И тут работу бросать тоже... Вот... Галя приехала забирать Евангелие... Ей не отдают... Нужна... Доверенность... А не копия доверенности... А я и по WhatsApp... Доверенность скинул... Все... Вот... А у нас еще бульдозерист был... Я говорю... Отвези... Говорю... Доверенность... Уже... Ну... От руки написал... Чтобы он получил доварен... А он уже отъехал... Там где-то... За километров за пять... Уже означает... Возвращаться... Чтобы эту доверенность взять... Потом я Гале звонил... Она говорит... Получила... Я говорю... Как... Да я подпись твою подделал... Я вручную написал... Дали... Евангелие... Я звоню бульдозеристу... Говорю... Благодарю... Бульдозеристу... Благодарю за намерение... Говорю... Что... Все... Не надо... Не нужно... Доверенность... Отвозить... Барнаул... Он был в потерявке... И как раз... Уезжал в Барнаул... Семью... А сегодня... Тоже... Опять... Благовестие... Не получилось... Все... Алена... Поехала... У нее... Собрание... Сегодня... Первое сентября... Вот... Дроботы... Тоже им там... К первому сентября... То есть... Прикрылись первым сентябрём... Сегодня... Ну и брат Игорь Дебунов... У него... Как бы... Один раздавал... Ну... Как-то... Игнать Тихонович... Всегда говорил... Господь посылал... Посылал... По двое... По трое... Тогда мы с Володей... Как бы... Вдвоем ходили... Ну... Тут... Я... Когда в потерявке был... Я и Алене... Говорил... Вот... Возьми... Дроботы... Они все знают... Свози их... На машине... А... По причине... Потому что... Галя... Не привезла... Евангелие... То есть... Она... Заболела... Мария... Магдалина... Одна... Ходила... Да... Мария... Магдалина... Моли Бога... Может и я... Один... Пойду... Следующее... Воскресенье... Ходил... Я... Один... Раздавал... Вот... Главное... Безопасно... Обреждать... Чтобы молились... Да... Да... А когда молитвенная поддержка... То тогда и... Вот... Сейчас... Сейчас... Ча-то рулетка есть... Сейчас... Можно никуда не ходить... Да... Да... По милости Божьей... Есть такая... Да... Нужно никуда не ходить... И... Главное... Безопасно... Никто тебя за это... Благовестие... Не посадит... Не этот... Там-то есть опасность... Сейчас же... По закону Яровой... Могут тебя там... Меня останавливали... Некоторые... Несколько раз... Вот... Там должна быть у тебя бумага... Что ты от какой-то религиозной организации... Распространяешь религиозную литературу... В общем... Могут... 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 Попривлечь... У меня такая бумага есть... Как бы... Ну да... Хорошо... Занятия еще Виктора... Савченко... Во Франции... Тоже ведет... То есть... Получается... Уже... Четыре человека... И... Хорошо... Потому что... Чем больше... Тем лучше... Конечно... В разное время люди могут... Да... Это вообще хорошо... Да... Да... А Никита куда-то терялся... На какое-то время... Что с ним... Колесников... В курсе... Кто нет... Он... Он... Во время поста... Решил отключиться... От интернета... Хотя... Я не поддерживаю его... Потому что... Написано... Возвуть голос свой... Пост... Наоборот... То есть... Если это же дело... Наоборот... Правильное... Ну... Он... Видимо... Ему... Нужно было для этого... Для своей жизни... Духовным... Он... От интернета... Просто отказался... Ну... Ну... Кстати... Сказать... Я тоже... В... Потеряевке... От интернета... Отказался... В плане... Что я... Нигде... Вот... Интернет... Интернет... Урозья... С тобой... Согласен... Нужно было отключиться... От всего другого... А... Занятия не оставляет... Здесь он... Дай... Аминь... Но... Видимо... У него такое искушение... Если... Он не может этого сделать... То есть... Поэтому... Ему легче... От всего интернета... Отказаться... И даже... От занятий... Ну... Видимо... Уйти в себя... И... Христос говорит... Будьте 10 дней... Никуда не ходить... А потом... Когда обречете силы... Свыше... Идите... Может быть... Иногда... Нужно... Нужно... Вот... Иной раз... Уйти в себя... Что ли... Как это говорят... Отключиться от всего... Помолиться... Побыть... Наедине... С Богом... Хотя... Говорят... Не оставляйте... Собрания... Поэтому... Здесь... Да... Это... Уже... Монашеский путь... Получается... В себя... Уходить... Они... Тоже... В себя... Входите... Надо... Ненадолго... Ненадолго... Надо... Если... Никита пост... Он вышел... И опять... Начал... Благовествовать... Значит... Ему это... На пользу... Пошло... Если... Он дальше... Начинает... Углубления... Начнет... Там... Как... На пупок... Сидеть... Смотреть... Как... Там... Они... Медитируют... Или... Монахи... В тонком сне... Начинает... Что-то... Вот... Ну... Слава Богу... Вот... И... Когда... Приезжаешь в город... И... У тебя... Такого... Как бы... Такой же... Задел... Вот... Ну... Вы знаете... Деревенская жизнь... Городская... Они отличаются... Вот... Мы... Управимся с ним... Они... Управились... Я... Думаю... Ну... А у меня... Завтра... Уже... Школа... Мне нужно... Начинать... Чтобы... Огороженная была... Чтобы... У меня... Это... Послушание... Я и там... В Потеряевке... Тоже... По субботам... Нужно было... Брату... И... У них... Это... Называлось... Тоже... Разрешалось... В двадцатые праздники работать... И в субботу не приходить... То есть... Ну... Понимали... То есть... Ну... Воскресенье... Это... По субботам... Называется это... Послушание... То есть... Ты не идешь на богослужение... А выполняешь общественно полезную работу... Либо работу связанную... Ну... Все понимают... Что... Ну... Лето... Оно кончается... Если ты не успеешь построить зерно... Пропадет зерно... И люди голодные остаются... Вот... Поэтому... А Игорь Дубонов... Ну вот... Приехал с Потеряевки... И вот... В субботу грешил... А в субботу всего... У нас было на богослужении... У нас общий... На Барнаурской... По-моему... По субботам... У нас очень... Многие пропускают... А Игнать Тихонович всегда говорит... Не пришел на богослужение... Ты раздел... Мать... Церковь... Ты хам... То есть... Мы... Члены общины... Мы... Листочки этого дерева... Мы должны... Прикрывать... Вот это вот... Все... Неленностно... Посещайте храм... Ходите... Вот... Ну вот... Я... Не знаю... Грех... Это не грех... С моей стороны... Но у меня... Меня совесть не обречает... Что я в субботу... Как бы не пошел на богослужение... А вот... Занимался общественно полезной работой... Потому что площадка... Это не моя... Она открыта... Куда весь народ приходит... И благодарит... Что она единственная в городе... И властью делать не будет... Я делаю это за свой счет... Так... Да... Вот... Пророк Исаия... Вячеслав... Почему мы постимся... А ты не видишь... Смиряем души свои... А ты не знаешь... Вот... В день поста вашего... Вы исполняете... Вы исполняете... Волю вашу... И требуете тяжких трудов... От других... Вот... Вы поститесь... Для ссоры распри... И для того... Чтобы дерзкую руку... Бить других... Вы не поститесь... В это время... Так... Чтобы голос... Ваш... Был услышан... На высоте... Удивительно... То есть... Поститесь... Для ссоры распри... Казалось... Ну как... Неужели люди... Для этого... Не пьют... Не едят... Потому что... Замечали... Что... Когда люди голодные... А бабки... Особенно... В пост... Они такие злые... Шутка такая... Ну... Может... Это здесь имеется ввиду... Что... Тоже о себе могу сказать... То есть... Беда приключилась у меня с сыном... Мне хотелось... Чтобы бесы его перестали учить... Но жалко... Ребенка... Я вот... Простился... Чтобы Бог меня услышал... Бог услышал... Я прославил... И... Вас поблагодарил... Так... Он мне... Потом звонит... С днем рождения... Меня поздравляет... И желает мне... Веры евангельской... А сын-то неверующий... 24 года... То есть... У него... Диагноз шизофрения... И... Бога вспоминает... Как бы... И... И... И даже... Бриться он мне... Там... Говорит... Ну... В больнице не брился... Во всяком случае... Пока лежал... Надо же... И Евангелие там раздавал... Ему принес... Вот... Ну... Что еще... На обратном пути из Потеряевки... Заезжали в село Клочки... К сестре... Нине Жолныровой... Может быть слышали... Который там... Вот... Много лет... Молится... На улице... В храме... Там... Ее не пускают... У нее сейчас... Татьяна Капустина гостит... Так... Они радушно... Радушно нас приняли... Арбузом накормили с батюшкой... За стол... Садили... Но мы отказались... Там... И... Понравилась мне... У нее... Русская печка... Выложенная... Кафельем... Такая... Блестящая... И вот это... Затвор в печку... Никелированный... Блестящий... Все до того... Блестит... Я посмотрел... Сравнил... С нашей печкой... С нашей кухней... То в потерях... Кислоте... Ну мы что... Два холостяка... Мы никогда там... Ничего не трем... Ничего... Эти сестры приедут... Там... Раз в год там... Ну или... Надежда Васильевна... Там... Когда у нее... Настроение хорошее... Там... Что-то там... Почист... А нам... Когда... Мы поели... Чашки перевернули... Даже не мыли... И быстрее на работу бежали... Коровник там поправили... Столбы вкопали... Вот... Шлюзы... Там пруды делали... Но в основном... Конечно занимались рыбалкой... Столбы тоже шкурили... Вот... Ну... У батюшки спрашивают... Как там Гнать Тихонь... Батюшка смеется... Ну... Ну... Гнать Тихонь... Он везде там... Везде лезет... Все ему надо... В общем... Он там... Как всегда... Потеряется... Он порядком... Надоел... Так скажем... Вот... Потому что... Вот он... Это болото... Всегда хочется... Колыхнуть... Чтобы люди... Вот... Вот... А почему... Благовестие... Не получилось... Главное... Вот в этот день... Который... Мы хотели... Ехать на Благовестие... Он... Всех... Дал... Объявление... Чтобы... Соберитесь... Все... Вот... У вас 12 машин... Все на машинах... Посмотрите... Что мы делаем... Как мы ловим рыбу... Бреднем... И вот... Из 12 машин... На 5 машинах... Правда... Пяти... Потеряевцы... Приехали... Ну... Если не считая... Газель... Тоже наша... Лена... Голодощук... Тоже она... Не потеряевская... Три машины... Все... Потеряевские... Были... Барабаш... Да... Да... Устинов... Леши... Две семьи... Остальные... Никому... Ничего не надо... Вот... Болото... Вот... Вот... Лежала... До нас... Тысяча лет... И все... Сегодня тоже... Игорь Дебунов так интересно рассказывал... К маме ездил... В Красноярск... У мамы при смерти... И был там в храме... И... Священник... Всех... Прикажан... У него там... Новый Завет или Библия... В окладе... И он всем вот так вот... На голову эту Библию... Ложил... А я так смотрю... Думаю... Сейчас и до меня очередь дойдет... А у него это... Ну... Не принято... То есть... Он считает... Что... Иконы... Не бодать надо... И Библии по голове не нужно прикладывать... А ее нужно читать... И он так... Интересно рассказал... Это так вот все... И батюшка заступился... За этого священника... У них опять там... Искрануло... Так все... Зачем ты это... Вот... Священников... Время... Тратите на это... Он говорит... Да я всего пять минут рассказал... Он так интересно... И он главное... Расскажи... Расскажи... Пожалуйста... И он главное... Это... Уклонился от этого... Игорь Дебунов... Когда ему вот так вот хотел... Он по голове... То есть... Он всех вот начинает вот так вот... Ну это... Как бы... Такой ритуал... Я тоже это видел... Я понимаю... Что... Даже когда вот... Читает... Евангелие... Церковнославянские... И он все вот так... Вот как баран... Поставят... Вот так вот... Голову тянут... Зачем? Я понимаю... Что никто ничего не понимает... И батюшка сам читает... Никто это ничего не понимает... И мне вот это вот... Непонимание... Оно меня вот... Уже давно... Волнует... Я тоже... Поднимал этот вопрос... Игнать Тихонович меня не поддержал... Хотя в его книгах везде, я же не просто сам по себе, он всегда говорил, что лучше пять слов сказать на понятном языке, чем тему на непонятном. Когда меня убеждают, что цирконный язык понятен, я говорю, ну не нужно обманывать самих себя, ну непонятен он мне. А опасность его заключается в том, что он полупонятный. Полуправда хуже лжи. Понимаете, то есть смысл искажается в этой полупонятности. Тоже по себе сказал, отче наш, иже и си на небесах. То есть я по-русски его не знал, и иже и си я для себя переводил, если ты есть на небесах, то да, это то-то, то-то, то-то. А если тебя нету, то ничего и не надо. То есть в самой молитве уже у меня было сомнение о существовании Бога. А почему? Потому что вот из-за непонятности вот этого иже и си на небесах. Иже это если ты есть, я так, ты себя переводил. А то, что это переводится сущий, а кто мне это сказал, я русский перевод не читал, не знаю. И вот этот вот священник после богослужения в Красноярске, а Игорь туда в Красноярске уже ездит 7 лет, и для него это новинка. То есть священник выходит, значит, берет в окладе вот так вот о Библию, и вот так вот размахивается, и каждому на голову ее ложат. Вот вопрос, зачем? Но Игорю мне не сказали, не дали договорить, зачем. Вот. И как раз вот Алена подтвердила, зачем? Библию нужно не прикладывать к голове прихожанину, а научить его читать. Хотя бы уж, я уж не говорю там жить по ней. А коли мы знаем, мы не осуждаем эту московскую, Игорь говорит, мне не нравится, когда говорят, у нас такая община, как и у вас. Вот принимали крещение брат Андрей и жена его Лера. Но видно, что они духом другие, даже вот вы, они видно, что совершенно выпадали из вашего вот этого всего. Им нужно было совершить обряд, неважно какой, либо это вот полное погружение, либо Евангелем по голове, либо икону богнуть, обряд. Так же и старообрядцы, которые живут в Патеряйске, у них вера в обряды, а не в Слово Божие в его восполнении. Вот против этого Игорь борется, но его то ли понять не хотят, то ли делают вид, что он, я-то его прекрасно понимаю, для чего он это говорит. И он уклоняется от этого писания и целует его. И батюшка так вот раз, как вот, да-да-да, и начинает после этого, но он все-таки его, как бы, насильно все-таки он ему возложил как-то так. И потом всем дал поцеловать. А Игорь говорит, да не было никогда такого, чтобы Евангелие ложили на голову прихожанам. А батюшка говорит, да нет, это было всегда, и даже вот когда в Соборовании там сказано, что ложили на Болящего вот эту книгу. Зачем? Про Соборование там сказано, призовут священников и помолятся над ним. То есть, согласно писанию Игорь Тихонич в своих комментариях, говорит, Соборование должны делать на дому Болящего. А тут больной приходит своими ногами на это Соборование, и ему это нагово уложат в книгу. Вопрос, зачем? Батюшка говорит, а что тут плохого? Что тебя Евангелие, что тебя внутри перевернется? Но у меня перевернется то, что нужно ее читать, а не прикладывать, опять же, понимаете? И опять же, получается вера в обряды. Вот и все. Хотя и прикладывались к поясам, и все это не плохо, если оно читается и исполняется. Пусть тогда будут эти обряды. Но когда обряды без чтения, Слово Божие, без исполнения, это называется обряд доверия. С чем мы и стараемся бороться. Тут, мне кажется, еще сам этот обряд, он указывает как раз-таки на чтение его. То есть он, собственно, для этого и был сделан, чтобы человек как бы преклонялся своим умом, прислонялся к смыслу, написанному в этой книге. Это как бы символически это указывает. А когда этого нету, а есть только прислонение, то это, естественно, все пусто. Ничего за этим не стоит. Как все равно, что креститься и не креститься без веры, то же самое, то есть пустое. Да, да. И когда Игорь постоянно скрывает эти больные места в московской патриархии, батюшка почему-то заступается. Понятно почему, потому что он сам оттуда пришел и его так вот... Не сдвинешь с места, так скажем. Ну вот такой вот у нас был и инцидент, и не инцидент. А в итоге тот священник-то что ему сказал? А, потом Игорь у него спрашивает. Он говорит, я его отвел батюшку этого стулья. Он говорит, батюшка, зачем вы это делаете? Он говорит, ну я же это от души делаю. Понятно, что от души как бы, но вопрос, зачем? Раньше никогда не делали, а потом что-то ему завелось в голову. А дай-ка я всем на голову положу. Для чего? Сейчас, Сергей, в церкви есть мощи, которые привозят. Да, они все прикладывают то, что вот так вот благословляют и прикладывают даже у нас в церкви в приходе на голову. То есть, чтобы каждый головой мимо мощей прошел и вот так как бы ударил немножко головой под мощами. То есть, как бы благословился. Вот сейчас, получается, в Библии тоже так делаешь, что ли? Жена Игоря Дебунова Марина рассказала о своей поездке в Португалию. И она рассказала, на мой взгляд, жуткую такую вещь, что там, вот у нас, допустим, в храм заходишь, там у нас вот свечки коптят. Да? Вот свечки, свечки ставят, их много-много-много там передают. Это, конечно, очень неудобно, и когда в храме тебя толкают, и решили как-то вот эту проблему решить. Когда людей много, паломников, ну вот, фатимское чудо, то есть явление отроком Божьей Матери, которая вот сказала, чтобы не оставайтесь в храме, вот в Фатиме, вот этому, или где-то там, в Португалии, придумали, что просто такой вот буквой Г, большая какая-то, главная буквой Г, я сейчас объясню почему, горит огонь, и люди покупают свечи, свечи всякие разные, ну, цены тоже красивые, из цветков сделанные, и все, и они просто вот так вот мимо потоком идут, паломники, и эти свечи не ставят, а бросают туда, и, и, она, говорит, у меня сложилось впечатление, что это как гиена какая-то, образ, гиена, еще буквой Г, и она там сгорает, плавится, свечи парафиновые, все это коптит, все это такое, копоть такая стоит, в католическом храме, зачем, спрашивается, а потом, говорит, шучит, а я не удивляюсь, что там у нее где-то есть лаз, вернее, ход скрытный, где вот это вот переплавлено, опять возвращается на поток, из них опять вот эти вот и льют заново, ну-ка, она же почему агарки вот эти собирают бабушки, не догорает, то есть все сожжения, она должна вся сгореть свеча, это жертва Бога, если вы, как бы, читаете, для чего свечи, то есть это малая жертва Богу, то купил ее за 5 рублей, ты можешь 5 рублей положить в свой ящик, там, церковный, можешь купить свечку, как-то вот так вот придумали, чтобы вот это вот, в таком виде эти жертвы были, в виде свечек, пожалуйста, а потом вот этот агарок опять переплавляет, опять это вот, и прибыль этого очень большая на это, вот это меня немножко как бы поразило, и вот эти паломники стоят после этого, и у них лица такие, обескураженные, что ли, но я так думаю, что они-то приехали с чувством, думают, ну сейчас мы поднем там все эти там иконы, или что там мощи, что-то такое вот, получим такое вот удовлетворение какое-то, а ничего этого нету, все пустое, и они опустошенно обескуражены, чувствуют себя обманутыми, что ли, то есть деньги заплатили, ничего не произошло, у кого-то там это происходит, то есть этот православный туризм, люди мотыляются, как бы ездят, и к нам в Потеряевку тоже из Америки приезжала, то у меня гостила, сестра, она приехала, глаза в штанах, и все к чему, я же как упаду, но я по дороге переоденусь, где, ну в машине, то я говорю, а что сразу, то говорю, потом она вылетела из Потеряевки, она думала, что она будет ходить, там, православный туризм, там, отдыхать, но он живой христианин, разве он позволит этот православный туризм, тем более в Потеряевке, и такой православный туризм, он хотел племянник, вот там Алексей Устинов, открыть, приходите ко мне в дом, 10 тысяч платите, вот фотографируйтесь, и все, и как-то, заглохло, у него, по-моему, все это дело, ни одного я там туриста не видел, хотя, может, они и были, но я не видел, разговор там был, я не знаю, вышел этот ролик или нет, при мне Алексей Устинов с Игнатием Тихоновичем, роптал, роптал на него, то есть в духовном плане вы молодец, но вот то, что вот касается, вот, быта, тех же там прудов, и это вы, в общем, дилетант, я на этого учился, но управленца, вы все не так делаете, ну как не так, ну уложил он миллион, по потерявку рыбы и накормился, деревня, кормил, что не так, дороги посыпал песком, нет, надо было графин, ну возьмите, купите графин, посыпьте, кто вам мешает, деньги у вас есть, нет, другим не мешайте, добрые дела сделать, нет, все как-то вот так вот, подыскивается под него, вот, и, за Алексея Устинова стали молиться, вот он, у него такой вот, у него наставил бизнес, в Новосибирске, переехал в Потеряевку, вот я, говорит, пять лет, тут живу, и тут, 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 болото, то есть, он назвал, вот деятельность Игнария Тихонича, болото, болото в плане, ну действительно, там вот, пруд, где, и там, где мы крещение принимали, там вот, где вот батюшка живет, там, напротив Барабашей, там действительно болото все рязко затянуло, тоже там, много труда сделали, там мы поднимали, ну, там не получилось, то есть, из пяти прудов один, как бы у нас, зато, зато другие два, столько рыбу мы выловили, почему это не смотрите, карпов там запускали, карпы, как бы не прижились, то есть, вымерзли, а караси прижились, караси большие, крупные, больше ладони, я не знаю, мне карась нравится, очень вкусная рыба, стоит, главное, в десять раз дешевле, карпа, с карпом столько войны, столько затрат, зимники, нужно делать электричество, там, чтобы постоянно вода циркулировала, у него очень капризный карп, но его разводить, конечно, прибыльнее, потому что цена у него 400 рублей килограмм, лавого карася 50 рублей килограмм, но еще вопросы, есть, благодарю Сергея, мы как раз хотели пообщаться, хоть как-то узнать, что да как, с первых уст, вот, там бы было, еще, Игнатий Тихонович, тоже все сполошились, он пришел, и у него, подозрение на тромб, или что там, с ногой, в общем, сантиметром замерили, одна нога толще, другой там, на полтора или на два сантиметра, ну вот, и тоже все, Виктор Андрей сразу в визите, там на обследование, там все, все, святой водой помазал, в баню перестал ходить, понял, что это вот он от перегрева, а то даже ночью вставал, там она не гнулась, ничего, все расходился, все нормально, как бы помолили, все, Господь исцеляет, Господь дает искушения, сегодня как раз, про них говорили, испытания веры, потом и облегчения, у меня также, тоже, я вот сегодня много примеров, на себе сегодня говорю, что ты все о себе, о себе, ну расскажи о себе, но мне как, тогда Тихонич о себе расскажет, я о себе, а в чем было это искушение, то есть у меня, онкологии пошли в потеряющие, после ссоры, вот с сестрой Ниной, метастазы, и я перепугался, и звоню Виктору Андреевичу, ну срочно, на обследование, он поранал все там резать, а меня уже резали, химичили, лучили, там что-то, что-то само не делали, то, что касается официальной медицины, вот, ну а я-то, засобирался, ну как, ну раз опухоль пошла, надо, что-то же делать, к Венатии, он говорит, а зачем тебе ехать, помирай здесь, потеряй, тут бесплатно, ничего, батюшка тебе отпоет, ну и я так подумал, ну а действительно, что ехать, там зарежу, там, помру здесь, все, и Бог видя мое смирение, видимо, все, там через два дня опухоли исчезли, как и не бывало, все, а почему, у меня потом, что на этом месте всегда одна опухоль была, она, а тут две, а я понимаю, и врачи мне говорили, что если ты откажешься от операции, то потом к нам не обращайся, а тут после операции уже опухоль пошла, я понимаю, что химия не помогла, лучевая не помогла, операция не помогла, две опухоли, это все, это уже официально обедицин не помогает, уже все, уже, значит, выписывают, помирать в таких случаях, у меня был точно такой же, там, все так же, как у меня, он умер, то есть я вот это искушение, испытание веры получил, то есть Игнать Тихонович научил, не цепляйтесь за эту жизнешку, она временно, все равно, рано или поздно будет умирать, сегодня к сестре Алифтини к Пантелеевне заехали, у нее тоже там с ногой пошли суставы там все и тоже давай-давай на обследование, на обследование, я говорю, а зачем? А у нее муж тоже чуть-чуть буквально не умер, но сейчас сожил, муж умрет, а зачем я без нее буду жить, дайте мне спокойно умереть, а сестры не понимают, как бы я, такое отношение, как бы, к жизни не такое, как у мирских людей, которые хотят продолжать получать греховные временные наслаждения, то есть верный человек понимает, что рано или поздно все равно представать на суд Божий и это внушает, так скажем, уважение какое-то вот к такой вере у меня, по крайней мере, а не так, что сохранить жизнь во что бы то ни стало. я вот с животными занимаюсь, в зоозащитной организации, а надо сохранить ей жизнь, такие деньги жертвуют на лечение этого бедного кота, да усыпите вы его, не дайте ему спокойно умереть, зачем у него четырех лап нету, он лежит, он должен жить, на эти денег мы его поднимем, все его на колесиках теперь ездит. Зачем? А то, что люди вот хотят продлить вот эти временные греховные наслаждения во что бы то ни стало, не верят вот в жизнь загробную, что она, что смерти нет, есть только переход из одного состояния в другого, из тленного в нетленное. А раз в это веры нет, поэтому ты и будешь деньги забирать на лечение котов, а не на добрые дела, как у Кудайя Тихонича. То есть его упрекают, мне комментарий Елены Голдащук очень понравился, то есть его упрекают, что он занимается только своими прудами. Какими своими? Он для вас это делает, он вас рыбой кормит. Он себе ничего не моет, что этих карасей, но вот он поел на воспеннице и карасик, он больше это и не съест. Зачем ему тонны этой рыбы? Продавать он ни одной рыбы не продал. Я привез, сколько мог привезти, а ни одной не продал. Я раздал его, слава Боже, и все. Поэтому вот такие вот у нас братья удобные дела. А так приятно, да, вот своими руками поймать и его угостить. Вот. А в Потеряевке вот есть такие, что мост там воротит, там все, ой, уже чистить, там надо еще, там, ну, конечно, осадок это долагает. И батюшка тоже наступает за такими. Вот даже доброе дело сделать нормально не может. То есть мы предлагаем рыбу, люди отказываются. А я говорю, как так? Вот. Кто-то с благодарностью берет, кто-то вот. Ну, ее же чистить надо. Не знаю, сегодня утром встал, так-то я у мамы столуюсь. Так приятно, сам почистил, сам пожарил, а сам картошечки свои выкатанные, наварил, принес на трапезу. Все едят. Сережа, ты сам варил, сам. А чего она такая вкусная? Обычно мама у меня готовит, и мама тоже там иной раз там то холодит, с холодца наварит, там очень, как бы, сестрам нравится всегда кухня ее. Ой. Вот. Я ойкаю, потому что сегодня опять становался у нее, но все, у меня мясо, 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 в потерявке мяса нет, и я работала, как трактор, там, без всякого мяса, она тут мне все, а когда я мясо поем, у меня наоборот росла, росла буха. Вот. А вот и в Писании сказано, кто вот растительную пищу и есть, у меня даже мысли вот на сыроедение перейти, и или там как-то вот от мяса отказаться, еще не нормально. Говорю, мама, ну, давай только мясо только в субботу, воскресенье, только вот ради тебя. Она никак вот все. Самой лишний вес килограммов 30 у нее лишних, минимум. Я кое-как тоже из этого состояния выкарабкался, но вот у меня, помолитесь о мне, чтобы Господь избавил меня от этого черевогодия, помощь нужна тоже наша. А где черевогодия, там лень, а где лень, там вот, всем не занятая душа, хорошая кузница, страны, потом начинаются всякие там, мысли нехорошие, все, 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 пошло, поехало. Вот, но я рад вас был всех видеть, слышать, соскучился по вам, слава богу, что сейчас. Расписание у нас будет такое же, значит, воскресенье 6 по Барнаулу, 14 по Москве, время всегда 14 в Москве, среда, пятница, тоже, если у кого будет есть желание, расположенность. Вот, милости просим, вот, значит, у Вячеслава, получается, по нашему, по Барнебольскому, в 11, для нас это поздновато, потому что мы в 4.40 встаем, я как-то раз там попадал, уже так в полусном, с телефона, и то связь плохая, ну вот, а в записи молился, спасибо, брат, как бы, Вячеслав, хорошее, как бы, вот, это вот, даже в записи, помолиться, и то, приятно, как будто с вами побывал, вот, давайте молимся, благодарим Бога, и в среду, Бог, да, встретимся. Достойно есть якова истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истыления Бога слова родшую, сущую Богородицу Тебе величайе. Семенову, ну, брат Вячеслав, молись, Семенов, благодарим тебя Господи, на этот день, благословенное воскресенье, которое ты нам даешь, И мы Тебя можем прославить в этот день За то, что Ты собрал нас вместе Живым и здоровым И воодушевленным Сохранил Сергея Чтобы и нам он передал Как часть того, что он получал Благодарим Тебя, Господи Сохрани любовь Эту между нами И умножь ее Чтобы мы В общении друг с другом Все более познавали Тебе И служили Тебе Благослови, Господи, нас И дары нам Святого Духа Водительства Ты благословен, Господи Во веки веков, аминь Аминь Спаси Христос, Богом Спаси Христос Богом Спаси Христос Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому